кроме путешествий сада огорода и нашего канала у нас есть еще одно интересное увлечение это пасека она не наша но уже 30 лет мы ездим помогать друзьям качать мед мы совмещаем полезное с приятным полезное для друзей опытные помощники приятная для нас запас меда на зиму и общение обязательно перчатки такие потом такие в общем процесс весь налажен вот и до за эти 30 лет главное в этом деле взять с собой вот такое кресло для того чтобы отдохнуть перед работой витала пчелочка вжик-вжик осерчав ужалила и ожог прожужжала пулечка в жаркий миг в раз прогрызла дырочку сбила с ног а всего-то весу в ней ничего приласкать бы дурочку в кулаке у каждого на пасеке есть свои обязанности как и у пчел всем процессом руководит хозяин пасеки именно он работает с ульями и с рамками смотрит какие из них откачать какие переставить на другое место чтобы пчелы не кусались ему помогает в этом дымильчик тяжкая доля достается по тоску ну насильнику почему да не с рамками примерно 15 килограмм меда дальше рамки переходят в руки ковыряльщиц раньше когда не было у нас вот этих вот приспособлений комбайнов комбайнов вилок да мы учрикали вот такими штучками это было делал так вот снималась видите как это было долго рука очень напрягалась всегда и этот процесс гораздо стал проще когда большая часть рамки запечатана как этот мед считается очень зрелым участка вскрывается чтобы мед из рамок открутить потом на центрифуге медогонки вы видели когда-нибудь слезы пчелы у которой отобрали мед вот такие они восковые вскрышки мы их называем жовками они с медом очень вкусные их полезно жевать и остается воск с рамок соскребается прополис и скатывается вот такие колобки а это супер ценный продукт перга и пока не видит начальник я еще схем ну а пока рамки не принесли можно и отдохнуть в креслице вот для этого мы их берем еще один работник в нашей дружной команде это крутильщик центрифуги или медогонки работа не из легких но очень полезно для организма из медогонки идет такой лечебный медовый дух ой да пора сливать мед горячий жара 30 градусов слышно а он все равно горкой он все равно горкой ложится когда проснутся пчелки когда плечи шелчонки умоются над лужицей и по лесу закружатся пчелок уважают кто к ним не пристает а и а а и и и и Карачашку и даже одуванчики Нальют в нектар в стаканчики Кто пчелок уважает, кто к ним не пристает Того они не жалят, кому приносят лёд Пока ждём мы пасечника главного Сегодня у нас второй пасечный день Расскажу вам истории, которые запомнились на эту тему Первая история это то, что в 1992 году Меня укусила пчела в голову Это было 3 июля Так вот ровно через год, в 1993 году Не знаю, наверное, это уже не та же была пчела Но меня опять укусила пчела тоже 3 июля Тоже туда же в то же самое место Второй случай это значит меня укусила пчела на пасеке Я приоткрыла маску, с тех пор я этого больше не делаю Вообще там даже ем под маской Меня укусила в губу, в верхнюю губу У меня губы были просто, одна губа была на носу Другая вот тут на подбородке к шее И всё было просто вот такая раздутая маска Неузнаваемая Это был просто кошмар Жалко я не оставила фотографии Показала бы И ещё один случай Значит была осень Было очень много пчёл И я решила поесть вот эти жовки Пока пчелы нет И одна пчела всё-таки там оказалась И меня укусила прям, жало оказалось Прям вот в горле, в корне языка Я думала всё, придёт мне конец Нет, всё быстренько растосалась Но я уже Ника с тех пор Это уже лет 15 я вообще не болею ангиной Но не советую самим с таким самолечением заниматься